Великая суббота Великого Поста – тот самый день, когда до Пасхи остаются считанные часы, и православные христиане готовятся к торжеству. В храмах и церквях совершается чин освящения традиционных угощений, яиц, куличей и творожных Пасх. В этом году Великая суббота приходится на Благовещение Пресвятой Богородицы. Такое календарное совпадение было 11 лет назад, и повторится оно теперь только в 2029 году. Это день, когда молчаливая скорбь о кончине Иисуса Христа сочетается с радостью от возвещения о Его рождении. В самый строгий день Страстной Седмицы сердца людей наполнены предвкушением воскресения Христова. В этом году пасхальное богослужение в Георгиевском соборе совершается одновременно в двух храмах – Нижнем Иверском и Верхнем Георгиевском. Оба полны людей, многие пришли с лампадками, маленькие огоньки в руках возвещают о сошествии благодатного огня и победе жизни над смертью. Пасхальное утреннее начинается крестным ходом. Его возглавляет благочинный Одинцовского округа священник Игорь Нагайцев. Шествие священнослужителей и прихожан навстречу воскресшему Господу совершается вокруг собора под непрерывный колокольный трезвон. Христос воскресе! Во ищем воскресе! Христос воскресе! Во ищем воскресе! Христос воскресе! Во ищем воскресе! Православные устремляются в храм на пасхальную службу – одной из самых красивых и торжественных. За утренней следует праздничная литургия и освящение Артаса – особого хлеба с изображением воскресения Христова. В знак единения народов звучит Евангелие от Иоанна на разных языках, а после – приветственное слово патриарха. Для большинства пришедших в собор – это ночь – возможность совершения таинства Евхаристии, святого причастия, к которому православные приступают с особой тихой радостью. Это светлый праздник, в который очень многие люди приходят в храм, молятся. И такое счастье. Многие готовятся к постам великим, постятся. Я тоже постилась. Очень душевно, очень летаю в облаках. Очень все понравилось, все хорошо. Были такие ощущения радостные, потому что Пасха пришла, конец поста, весна и надежда на будущее. Пасха красная пришла, возвещает колокольный звон, а после полудня юные прихожане Георгиевского собора, воспитанники воскресных школ вместе с родителями собираются на молодежный крестный ход. С каждым годом пасхальное шествие становится все масштабнее. Дети и взрослые с радостными песнопениями и хоругвами отправляются славить Господа и приветствовать горожан вестью о том, что Христос воскрес. Путь крестоходцев лежит к Гребневской церкви на Можайском шоссе. По ходу движения к веренице православных присоединяются все новые участники. Общий радостный порыв, ощущение светлого воскресного дня довершается пасхально-вечерней под открытым небом. Очень радостно, что ежегодно этот крестный ход собирает такое большое количество молодежи и детей. И поверьте, это будет одно из тех событий, которое будет вспоминаться вам всю жизнь и останется в ваших сердцах навсегда. События уже 11-й год происходят, в котором мы принимаем участие. За это время рождаются дети, рождаются крестники, а праздник не уходит. Мы участвуем постоянно, хоть уже все и подросли, но считаем это очень важным событием. Каждый год наслаждаемся таким прекрасным праздником для детей. Сначала старший ходил, теперь средний и младший присоединяются. И большое спасибо за такое прекрасное событие в нашей жизни. Цветло, радостно. Это большое событие, конечно, для детей, кто не может ночью быть на службе, потому что, конечно, с нами засыпают маленькие дети, ну понятно это все. А тут они могут уже, поспав, сходив на литургию праздничную, прийти днем и пройти крестным ходом, как настоящие взрослые большие христиане. Поэтому вот это вот такая вот возможность дать радость и детям нашим, и молодежи, и в то же время заявить о воскресении Христовом вот всему городу Одинцово. Чтобы тот, кто, может быть, проспал Пасху, все-таки проснулся и понял, что вот сегодня Пасха Христова, и надо прославлять воскресшего Христа. Величие Пасхи таково, что торжества по случаю праздника длятся целую неделю. Светлая Седмица продолжится до 15 апреля. Это время ликования о воскресшем Христе. Каждый день вокруг церквей и соборов совершается крестный ход, а царские врата остаются открытыми до субботы. Отдание праздника Пасхи состоится 16 мая. Все это время православные приветствуют друг друга радостным ликованием. Христос воскрес! И отвечают – воистину воскрес! Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцува».